Такаев, миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации, заявил президент Республики Касым Жамар Такаев в ходе видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Хочу подчеркнуть, что они не принимают участие в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана, приводит слова президента и его пресс-служба. Такаев назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мерных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке кассы Мжамарта Такаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США. У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция, заявил он. Продолжение следует...